Девушки отдыхают 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 районе. С 1984 года проходил стажировку уже в селе Чуй, Чуйского района, в органах прокуратуры. Тогда была система распределения, меня распределили в прокуратуру. И вот с 1984 года я был в системе органов прокуратуры. Как дальше вы начали развивать бизнес и почему вдруг после юридического образования начали уходить немножко в частную деятельность? С детства я тяготел к бизнесу. Мы вынуждены были работать, помогать родителям. Родители мои работали в сельском хозяйстве на полях, выращивали там бахчу, выращивали лук. Я еще будучи школьником в старших классах ездил, помогал родителям и помогал не только выращивать, делать прополку, собирать урожай, но также помогал в реализации выращенной продукции. Начиная где-то с 8 класса я практически исколесил весь Советский Союз с целью реализации выращенной продукции. Я был на рынках всех столиц, доехал до Прибалтики. Мы были и в Вильнюсе, мы были и в Риге продавали продукцию, не говоря уже о России, о Украине. Так сложилась судьба, что с детства, в общем-то, я был приучен бизнесу, был приучен торговле. В дальнейшем мне это в жизни очень сильно помогло, безусловно помогло. Мы, будучи студентом, ездили на рынки других столиц Союзной Республики тогда, на рынках продавали продукцию. Я это знал из своего детства, что когда мы приезжали с той или иной сельхозпродукцией, мы нанимали таких же продавцов и платили им 10% ежедневно от проданного товара. Таким образом, мы начали ездить с друзьями, с сокурсниками. Мы ездили, будучи студентами, практически каждое лето. На 20-25 дней мы уезжали и работали на рынках простыми продавцами, при этом зарабатывая свои 10% от проданной продукции. В советское время это были неплохие деньги. Я помню, когда мы поехали первый раз, за 22 дня мы заработали где-то порядка 800 рублей. По тем меркам это были огромные деньги. Потом уже работал в органах прокуратуры. После первого года работы, когда я ушел в отпуск, я также поехал, будучи уже следователем органам прокуратуры. Я также летом в отпуск поехал продавать в Новосибирск. 25 дней стоял за прилавком, продавал. Это было жизненно необходимо для меня, потому что мне надо было жить. Тогда у меня уже был ребенок, надо было его кормить. И 25 дней отпуска я провел за прилавком на рынке города Новосибирск. Заработал по тем временам неплохие деньги. За 25 дней я заработал 1800 рублей. Есть люди, которые относятся к любому труду, как к труду, как к работе. Как вы к этому относитесь? Мне не важно было, какую работу я выполняю. Работу продавца, дворника. Мне важно было другое. Это заработать деньги. Заработать деньги, при том честным путем, для того, чтобы прокормить свою семью. Какой первый серьезный ваш вид деятельности, конкретно бизнеса, который начал приносить достойный постоянный доход? Мне что повезло в жизни, это не только повезло, а мое кредо было, чтобы в жизни иметь как можно больше друзей. У меня было очень много друзей разного класса, разного сословия. Это были друзья из предпринимательства, это были друзья из госслужащих. Когда уже наступил 99-й год, мне необходимо было принимать решение. Почему? Потому что у меня дочка заканчивала школу. У нее было желание и мечта поступать и учиться в Москве. Я, конечно, не мог, оставаясь на госслужбе, обеспечить ее проживание в Москве, учебу в Москве. Мне не хватило материальных возможностей, оставаясь на госслужбе, это обеспечить. Поэтому я для себя принял решение, что необходимо увольняться. Ко мне поступило очень хорошее предложение от моего товарища, от моего друга из Казахстана о том, чтобы я уволился и пошел с ним в предпринимательство, то есть поднимать бизнес. К тому времени у него уже был свой бизнес, ему хотелось расширения. И поэтому он предложил мне пойти к нему его заместителям для того, чтобы совместно вести этот большой бизнес. Я уже 15 лет почти проработал в органах прокуратуры и принял для себя вот такое непростое решение. С этого у меня начался новый этап жизни, этап жизни вхождения в большой бизнес. Конечно, я очень благодарен этому человеку, которому я ушел. Многое я у него научился в плане бизнеса. Совсем по-другому стал смотреть на бизнесменов, на реальных работников, которые работали в какой-то промышленной отрасли. Они с точки зрения только прокурорского взгляда на все эти вещи. Там я проработал почти пять лет. Как вернулись уже сюда и с чего начали бизнес здесь? В 2005 году в Казахстане пришли очень были большие изменения. Это смена руководства страны. Так получилось, что к этому отношению имели мои друзья. После мартовских событий 2005 года они стали ко мне звонить и спрашивать, где я, чем занимаюсь. Они нашли меня в Казахстане. Они приезжали ко мне в Казахстан. Это были друзья, которые были депутатами. Мои друзья, с которыми я работал, еще будучи в органах прокуратуры. Они рассказали о тех событиях, которые были. Они рассказали, что в Казахстане грядут очень большие перемены. И, в общем-то, они хотят, чтобы в властных структурах Казахстана работали надежные люди, проверенные люди, которые, в общем-то, не коррумпированы, не помешаны в каких-то грязных делах. И тогда впервые ко мне поступило предложение вернуться в Кыргызстан на государственную должность. Буквально через полмесяца мне опять позвонил Мирослав Джумавикович, приезжай, говорит, здесь посмотришь. Я согласился. Тогда он уже был секретарем Совета Безопасности. В мае я приехал к нему. Он говорит, Слава, ты мне здесь нужен. Очень много накопилось вопросов, надо их решать. В общем, ты мне нужен здесь, говорит. Давай приезжай, говорит. Ну, ради того, чтобы тебе, я знаю, небезразличен Кыргызстан, говорит, приезжай, давай вместе работать. Они мне дали время там полмесяца, месяц максимум годовой. И я в июне вернулся. Было распоряжение президента Бакиева, назначение меня заместителем секретаря Совета Безопасности Кыргызстан. Буквально я вышел, буквально через неделю были те знаменитые июньские события, когда Барк Табасов захватил Белый дом, а я неделю как работаю. Для меня, конечно, это все было дико. Я сидел на шестом этаже Белого дома. Вдруг эта толпа врубаются в Белый дом. Все начали убегать, все начали разбегаться. Я сижу, не знаю, что делать. Я остался сидеть в кабинете, тут врываются трое парней, ну, такие спортивные парни, трое в кабинет. Открыли, увидели, я сижу. У меня окна выходили на проспект Чуй, на ворота. Они забежали, посмотрели, говорят, в бойке можно, говорят, мы в окно помашем, говорят. Я говорю, конечно, машите, говорю. Вот они заскочили втроем, открыли у меня окна, помахали в окно, говорят, а-а-а, покричали там, что они здесь уже. И убежали. Думаю, надо идти к секретарю Совета Безопасности, к Ниязову, от него какие-то получить указания, что делать дальше. Когда я поднялся на седьмой этаж, в кабинете Мирослава Джумабековича уже была толпа. Они хотели вначале его что-то захватить, потом кто-то крикнул, что это Ниязов, что он вот такой-такой, борец за справедливость, прочее-прочее. Тут начала толпа кричать, о, давайте его на руки, в общем, возьмем и понесем, это вот наш лидер. Я растерялся, не знаю, что делать, то ли к нему подходить, или... Потом он, говорит, давайте, начал их уговаривать, ребят, спускаться вниз с седьмого этажа. И, в общем, вместе с толпой мы начали спускаться вниз по лестнице на третий этаж, потом в фойе, потом постепенно их выдавили на улицу. Ну, это уже благодаря тому умению общаться с толпой генерала Ниязова. Сколько времени проработали в этой должности? Я почти год проработал. Я проработал, я считаю, что очень в интересное время, потому что действительно очень много вопросов надо было решать заново, потому что была смена режимов, смена президента. Как нам показалось, когда пришел новый президент с новыми требованиями, с новыми условиями для работы. В общем-то, те лозунги, те призывы, которые он произносил, нам они очень импонировали. Мы действительно думали, что будут в Кыргызстане очень серьезные изменения. Мы сможем достойно, в общем-то, работать. Я проработал, будучи замсекретарем Совета Безопасности, в тот период, когда начались антижанские события в Узбекистане. Мы очень тесно работали с управлением комиссара по делам беженцев, ПРООН, ОБСЕ. В общем-то, началась интересная работа по вопросу предоставления лагеря для беженцев у нас на юге, в Оржской области. Когда приняли решение уйти? Потом, почти когда я 9 месяцев проработал, некоторые депутаты подняли вопрос о моем двойном гражданстве, о том, что я жил и работал 5 лет в Казахстане, что у меня там был паспорт, что у меня было удостоверение казахское, и подняли вопрос, как вопросами безопасности страны может ведать иностранный гражданин. Я тогда честно пошел, я был раза три, наверное, ходил в комитеты парламента, отчитывался перед ними. Депутатам было все равно, какому гражданству я на самом деле принадлежу, им было важно сделать какой-то ажиотаж. Я тогда поступил так, как должен был поступить, я пошел в секретарию Совета Безопасности Мирославовичу, написал ему рапорт о том, что в такой ситуации я дальше не могу исполнять работу на государственной службе, и в целях того, чтобы его оградить от дальнейших нападков депутатов, я принял для себя решение, что уйти в отставку. Потом я через суд восстановил, через суд уже доказал, что я никогда не выходил с гражданства Кыргызстана, что я был гражданином Кыргызстана на период распада 91-го года Советского Союза и оставался до конца. А что потом? Не хотели вернуться назад в Казахстан или решили, все, я буду здесь? Нет, я потом уже, я действительно поверил, что 2006 год уже был, я действительно поверил, что, в общем-то, грядут большие перемены в Кыргызстане в плане развития, тоже в плане предпринимательства, бизнеса. И для себя уже принял твердое решение, что я остаюсь в Кыргызстане работать. Тех денег, которые у меня были для того, чтобы начать свой бизнес какой-то, не хватало, и начал встречаться со своими друзьями с Казахстана, с партнерами, с друзьями, со старшими, о том, чтобы начать какой-то свой бизнес в Кыргызстане. Я понимал, что грядет бум строительства в Кыргызстане. Почему понимал? Потому что я это видел буквально за 3-4 года, какими темпами прошло строительство в Казахстане. Я был уверен, что это придет в Кыргызстан. Единомышленников привлек. Я говорю, давайте начнем здесь заниматься строительством. И таким образом мы создали компанию в 2006 году по строительству социальных объектов, бизнес-объектов на территории Бишкека. Мы только начали, получили кредиты. Опять-таки, благодаря личным отношениям я смог привлечь очень большие деньги сюда в строительный бизнес и в строительство пансионатов на территории Сыкуля. Когда наступил 2008 год, мы поняли, что это все, в общем-то, как бизнес он абсолютно не имеет смысла его дальше вести. Этот бизнес-центр, он был построен наполовину. Дома, которые мы начали строить, они были построены на 60%. Финансирования дальше не было. Несмотря на вот такой тяжелый период, когда, в общем-то, был кризис, спустя буквально полгода мы получили первые финансы, первые деньги кредитные и начали потихоньку оживлять строительство. И, в общем-то, через 6 месяцев мы сдали в эксплуатацию дома, которые, квартиры, которые начали строить. Конечно, это было, в общем-то, в ущерб нам, потому что, я говорю, там под 80% эти квартиры были проданы, проданы по низким ценам. Нам пришлось дофинансировать. Я понимал, что прибыли какой-то мы от этих квартир не получим, а только в убыток построим себе. Тем не менее, мы эти квартиры достроили, людям всем дали ключи, заселили. И сейчас они счастливо живут. Вроде в 2009 сдали, вроде бы начали здесь арендаторы появляться, что какие-то деньги на зарплату мы начали получать, но тут наступил 2010 год. Это новая революция. Это опять сбежали все, в том числе и бизнесмены, которые у нас арендовали помещение здесь. В апреле это случилось, в июне случилась у нас Олужская трагедия. Мы были на грани краха, но опять-таки, стиснув зубы, стали терпеть, что делать. И, безусловно, импонировало то, что новый президент, Атамбаев Алмагай Шершенович, стал говорить, что терпите, бизнес будет в Кыргызстане процветать, что будет рай для бизнесменов. В общем-то, мы этому верили, стиснув зубы, ждали. Сейчас, более-менее, я скажу, что по истечении 2-2,5 лет действительно стали появляться арендаторы новые. Тихо-тихо-тихо мы стали опять зарабатывать какие-то деньги, стали закрывать долги по зарплате, потому что здесь было пусто, нам даже нечем было одно время выдавать деньги работникам. Вот таким тяжелым образом, начиная с 2006 года, уже 11 лет, мы, в общем-то, остаемся на плаву. Сейчас уже более-менее все налажено. Достаточно того, чтобы мы уже расплачиваемся с кредитами. То же самое происходило и на Иссыкуле. На Иссыкуле мы завершили строительство, к сожалению, в 2009 году тоже. Потом был наезд, ну, сейчас уже можно откровенно говорить, был наезд со стороны действующей власти, о том, что когда мы построили пансионат, чтобы этот пансионат у нас забрать. Таким образом, в 2009 году у нас пансионат забрали, куда было вложено не много, не мало 24 миллиона долларов. Вот это бизнес. Удалось вернуть пансионат? Да, потом, благодаря смене власти, я был лично на приеме у президента, все это рассказывал, все это доказывал документально. После того, как произошла смена власти, стали говорить, что пансионат на Иссыкуле принадлежит Максиму Бакиеву, что это здание принадлежит, тогда не здание называлось, а тогда ресторан назывался «Максимум». Бекназаров с Текибаевым начали везде пропагандировать, что это здание принадлежит, вот максимум название, он принадлежит Максиму. Стали посылать сюда людей. Началась проверка с Генеральной прокуратуры под руководством Бекназарова всех Иссыкульских проектов, что там якобы долю не якобы, а что все эти объекты принадлежат Максиму Бакиеву. Мы это, конечно, везде доказывали, что это не так. Мы везде показывали, что это привлеченные инвестиции из Казахстана. В общем-то, везде доказали, но на это прошло практически 4 года. Порядка 800, в период есть 850 человек, работают у нас в холдинге, стабильно получают зарплату, стабильно платим налоги. Я бы хотел сказать, что я не знаю, есть ли в Кыргызстане еще такой человек, который в частном порядке привлек столько инвестиций. Ну и было привлечено с 2006 года порядка 50 миллионов долларов инвестиций в Кыргызстан. В ходе строительства мы только налогов заплатили порядка 4 миллионов долларов. Государству налогов в виде налогов заплатили вот такие огромные деньги. Сейчас, конечно, эти кредиты есть. Банки нам шли все эти годы навстречу. Сейчас мы уже возвращаем эти кредиты, работаем. В общем-то, бизнес — это всегда риск, это всегда работа. Но если есть цель, целенаправленность, если есть устремленность, то в конечном итоге, конечно, это будет успешно. Расскажите напоследок, о чем вы мечтаете? Возможно, какие-то есть проекты, которые еще задуманы или вообще какие-то мечты ваши? Мы начали ряд новых проектов. Один из таких небольших, но новых проектов — это открытие фитнес-центра у нас здесь. Я думаю, что это великолепный фитнес-центр. Со всеми видами услуг в спортивном направлении. Это как бы маленькие новые направления фитнес для нас. Почему мы к этому пришли? Потому что вторым партнером у меня является заслуженный тренер СССР по боксу, Атек Леонид Васильевич. Это не бизнес-проект, не коммерческий проект. Это проект больше социальный. Это проект для поддержки отечественного спорта. Мы сделали великолепный, я считаю, что великолепный зал бокса. Сейчас здесь тренируется абсолютно бесплатно сборная Кыргызстана по боксу. Набираются группы. Клим Васильевич сам этим занимается. Клим Васильевич горит желанием вырастить либо олимпийского, либо мирового чемпиона по боксу. Я думаю, что это ему вполне под силу, потому что у него очень большой опыт в тренерской работе. И я со своей стороны его полностью в этом вопросе поддерживаю. Я желаю удачи и развития вам и в нынешних делах, и в дальнейших, чтобы больше каких-то таких передряг и сложностей их были, потому что они же тоже... Ну да, да, это же наша жизнь. Да. Но чтобы их становилось все меньше и вы их проходили все легче. Спасибо, спасибо. В завершение просто хотел бы всем пожелать, начинающим и бизнесменам, это самая главная черта бизнесмена, это должно быть не терять надежды, не терять веры, быть целеустремленными в совершении своих планов. планов. Если это будет, обязательно результат будет. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин